Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Единогласно принято в заявлении Государственной Думы Российской Федерации об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 года от 14 апреля 1995 года осуждаются организаторы неисправления армян и рассматриваются 24 апреля как день памяти жертв геноцида после чего Государственная Дума Российской Федерации приняла еще два заявления по этой теме слово предоставляется соорганизатору митинга российской общественности вице-президенту Союза Армян России Лусик Гукасян Дорогие друзья, сегодня во многих крупнейших столицах мира и многих городах проходят вспоминальные мероприятия и акции солидарности с армянским народом пережившим жесточайшее преступление, организованное османским правительством в 1915 году первый в истории 20 века геноциз сегодня в Ереване, в Сезернокоберте десятки тысяч людей идут к мемориальному комплексу и возлагают цветы вместе с ними сегодня там многие видные представители мировой общественности такие известные деятели культуры, как Шарль Азнабу и голливудский актер Джордж Клуни сегодня истинное лицо Турции, совершившей преступления против человечности поддерживающие ИГИЛ и режимы, действующие в духе ИГИЛ увидели не только армяне, но и все мировое сообщество но важнее то, что в самой Турции сегодня просыпается гражданское общество и мы все громче слышим звучащие там голоса о том, что Турции нужно признать, покаяться и очиститься накануне в преддверии 101-й годовщины геноцида армян депутат турецкого Меджлиса Горов Полян выступил со сцены парламентской продемонстрировал фотографии депутатов армян которые были убиты в результате геноцида в 1915 году и он потребовал провести расследование с тем, чтобы выявить и наказать преступников убивших Григора Дораба, Амбарсуна Гояджана и других депутатов и руководителей армянской общины и армянской интеллигенции сегодня отделение Союза Армян России практически во всех регионах и в очень многих городах России проводят поминальные мероприятия сегодня мы благодарим всех, кто вместе с нами от Камчатки и до Москвы мы сегодня работаем не просто над признанием геноцида, самого факта а над ликвидацией последствий геноцида армян на основе норм международного права и общечеловеческой морали и уверенности в справедливости решения этого вопроса нам придает то, воодушевляющее всех нас единство которое наш народ в апреле этого года продемонстрировал всему миру и та исключительная поддержка со стороны цивилизованного мирового сообщества которое все мы сегодня ощущаем мы помним, благодарим и требуем Слово предоставляется соорганизатору митинга российской общественности президенту русско-армянского содружества Юрию Наваяну Дорогие друзья Сегодняшний наш очередной традиционный митинг посвященный 101 годовщине геноцида армян констализировал российских общественных организаций ученых, учебных заведений, аналитиков, депутатов фракций, представленных Государственной Думы а также наших друзей из разных национальных диаспор Сегодня мы здесь, что еще раз поднять голос справедливости против той трагедии которая случилась с армянским народом век назад Сегодня по всему миру проходят такие мероприятия и сегодня мы, вспоминая жертв безвинных жертв геноцида армян во всем мире, в крупных столицах констатируем что сегодня есть республика Армения и армянская государственность является лучшим ответом той программы которую османская Турция руководство османской Турции сто лет назад задействовало против нашего народа Сегодня во всем мире мы говорим что есть победоносная армянская армия которая является основным гарантом безопасности армянского народа Сегодня Армения не только ведет справедливую борьбу против искажений исторических фактов признания геноцида армян и ликвидации последствий но и стала центром по этой борьбе на международных площадках на ООНской уровне на уровне Совета Европы на уровне ОБСЕ В прошлом году по инициативе Армении ООН приняла резолюцию согласно которой 9 декабря проводится как день геноцида Буквально вчера в Ереване прошел второй глобальный форум против преступления геноцида Этот форум под эгидой президента Армении и правительства Армении уже второй год собирает Ереван лучших геноцидоведов, дипломатов, политиков и вчерашняя ереванская резолюция еще раз констатировала что мы должны консолидированно бороться против повторения таких преступлений Мы знаем, что на международном уровне принято достаточно юридических международных документов которые осуждают геноцида армян Ну и вчерашний Ереванский форум и все публикации и то, что происходит сегодня во всем мире показывают, что, наверное, механизмы по предотвращению еще недостаточно усовер... механизмы по предотвращению геноцидов и подобных преступлений против человечества пока, к сожалению, недостаточно усовершенств... не являются совершенными поэтому мы свидетели того, что рецидив геноцида сегодня повторяется во всем мире повторяется на Ближнем Востоке и наверняка некоторые правительства воодушевляясь теми преступлениями, которые так называемое исламское государство проводит на Ближнем Востоке инициирует агрессивные действия против армянского народа мы в начале апреля были свидетелями, что при содействии Турции при политическом содействии Турции Азербайджан предприняло военную агрессию против мирного населения Нагорного Карабаха мы сегодня здесь, что решительно осудить все попытки решения спорных вопросов военным путем мы еще раз подтверждаем, что переговорный процесс и мирное решение всех сложных спорных вопросов не имеет альтернативы уже было сказано, что в прошлом году в связи с 100-летним геноцида армян было послание президента России Владимира Путина хочу заявить, что Россия действительно в этом вопросе проявляет последовательность и в этом году, две недели назад в Центральном Доме Литераторов прошел мемориальный вечер помню и требую и в адрес организаторов и участников вечера направил послание спикер Государственной Домы Сергей Евгеньевич Нарышкин сегодня здесь вместе с нами наши коллеги друзья из разных партий из разных фракций я думаю, сегодня еще раз они громко заявят об этом еще раз сегодня голос российского сообщества армянской диаспоры прозвучит во всем мире я желаю всех участников чтобы больше не переживали таких кризисов или таких трагедий как геноциды или подобные преступления и действительно вчера в Ереване тоже президент Армении открывая форум пожелал чтобы последующие поколения про такие преступления узнали только из учебников но одно дело узнать из учебников что случилось такие трагедии такие преступления другое дело организовать процесс по восстановлению справедливых прав того народа которая подверглась геноциду сегодня с нами вместе греки евреи ассирийцы курды другие народы и мы еще раз заявляем нашу 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 поддержку тем усилиям наших братских народов которые тоже вместе с нами направлены на восстановление исторической справедливости спасибо слово предоставляется депутату государственной думы российской федерации члену комитета по делам СНГ по делам соотечественников и евразийской интеграции Олегу Владимировичу Пахалкову добрый день 101 год назад на земле произошло одно из самых страшных преступлений миллионы людей миллион человек погибло в тот день и виновник до сих пор не наказан виновник не только не наказан он даже до сих пор не признает того что он натворил это одно из самых страшных преступлений на планете кровоточит по сегодняшний день и мы прекрасно понимаем что именно в 1915 году были заложены вот то что сегодня творится в Карабахе и кровь продолжает и продолжает длиться и причина этому самая простая виновник не хочет признавать что он сотворил значит он не раскаялся значит он хочет это повторить значит у него еще есть очень-очень много сил и претензий устроить эту резню заново давайте посмотрим на Германию которая тоже натворила гигантское преступление на этой планете и посмотрим на их позицию как они раскаялись и как они признали геноцид как они всеми своими действиями в учебниках истории во всех памятных мероприятиях на каждом шагу говорят о том что мы виноваты мы с этого сотворили и мы никогда этого больше не повторим и как мы посмотрим как ведет себя Турция провоцируя и провоцируя войну на этой планете постоянно подстрекая то что сегодня произошло в Карабахе опять вспышка военного конфликта ведь все прекрасно знают что сейчас мы находимся на грани третьей мировой войны любая спичка сегодня в этот костер может полыхнуть всю планету но эти люди не отдают себе отчет прекрасно знают что никакого военного решения этой проблемы нет они обратно подкидывают дровишки и обратно нашим матерям идут гробы наших сыновей и это самое главное ведь понимаете эти люди которые поджигают эту войну они ведь ее поджигают не против армян они ее поджигают против любого человека в этом мире а разве азербайджанская мать получая гроб своего сына становится от этого более счастливым мне кажется нет и те слезы матерей которые сегодня подбивает турецкая военщина наверное ну гореть им всем в ладу теперь я бы очень хотел бы сказать о дружбе российского и армянского народа братья армяне мы помним что на протяжении столетий вы всегда были с нами а мы всегда были и будем с вами мы воевали в крепости Шуши вы воевали под Москвой и мы знаем сколько армян погибло в битве в 41 году и каждый армян погибая тогда под Москвой знал что он защищает свой дереван он знал что турецкие дивизии стоят на границе и в случае падения Москвы Турция вступает в войну кого защищал тогда армянин находясь под холодной Москвой конечно он защищал свою армянину мы знаем сегодня что находясь на вашей родине вы защищаете нашу веру нашу христианскую веру и наши русские солдаты которые сегодня находятся в Армении они находятся на передовой нашей веры и мы никогда не сдадим вас мы будем вместе с вами во всех наших хороших вещах и плохих спасибо вам за вашу преданность за вашу преданность нашей дружбе я бы очень хотел бы чтобы никто не сумел бить к линии я бывал в Армении встречался с некоторыми вашими оппозиционными кандидатами мне очень не нравится что они бегают в американское посольство и мне не понравилась фраза одного из них который сказал вы знаете ну дело союзов ведь союзы можно и поменять то есть сегодня армяне дружат с русскими а завтра могут дружить и с другими вот когда это люди произносят они не помнят о этой вековой памяти и поверьте мне не будет вас не будет и нас и наоборот поэтому за дружбу России и Армении ура за дружбу России и Армении ура 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 слово предоставляется руководителю Московской Организации Либеральной Демократической Партии Российской Федерации Борису Чернышеву спасибо спасибо дорогие друзья действительно очень много хороших слов сказано Юрий вы перечисляли народы которые сейчас здесь с вами но помимо всего прочего еще 100 миллионов больше чем 100 миллионов по всей стране по всему миру русских сейчас вместе с вами потому что они как и вы пережили этот геноцид потому что они как и вы знают что такое терять своих родных и близких потому что мы вместе с вами создали эту великую страну Россию которая переживала разные периоды мы были вместе под одной крышей сейчас мы немножко немножко в разных семьях но все равно мы прочно держимся рука об руку и мне хотелось бы сказать что традиционно традиционно ЛДПР наш лидер Владимир Жириновский которому завтра будет 70 лет поддерживаем вас мы каждый день вместе с вами и вы знаете что это не просто наши слова это не просто какие-то лозунги или это какие-то призывы в ближайшем сентябре что-то сделать но это каждый дневный труд и работа вместе с вами и я вас уверяю дорогие наши армяне дорогие люди которые собрались сегодня здесь русские как были так и будут вместе с вами мы поняли что такое Турция хотя мы иногда и забываем об этом мы поняли что такое Турция когда Эрдоган и его компания вонзили нож в спину когда они вместо того чтобы вместе с нами вместе со всем мировым сообществом бороться с терроризмом ему потакали и сейчас здесь на этой площади мы готовы сказать как и предыдущий оратор сказал что Россия и Армения вместе мы едины и мы всегда будем рука об руку как настоящие братья слово предоставляется политологу который зачитает обращение от руководства Коммунистической партии Российской Федерации Александр Владимирович Ведрусов 24 апреля для всех нас безусловно скорбная дата в этот день более века назад разыгралась страшная трагедия вошедшая в историю и по сей день более отзывающаяся в наших сердцах сегодня мы склоняем головы перед памятью жертв киноцида армянского народа выражаем свои соболезнования всем кого не обошла страну эта беда собравшись в этот памятный день вместе мы должны дать себе слово сделать все от нас зависящее чтобы подобное злодеяние больше никогда не повторилось не дая в сердце разрушительной злобы не жажда кровавого отмечения но дав себе зарок в своих словах и поступках не только чтить память погибших но и бороться за то чтобы новые поколения армян жили в мире и согласии не зная ужасов войны мирного неба и преодоления всех невзгод многострадальному братскому армянскому народу и вечная память погибшим зампред центрального комитета комитетической парты Российской Федерации первый заместитель председателя комитета государственной думы по делам национальности Валерий Рашкин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ нельзя менять друзей на сиюминутных партнеров нельзя предавать друзей нельзя сдавать друзей и хотелось бы обратиться в том числе и друзьям в Армении тоже прошу некоторые действия России все-таки оценить немножечко спокойнее в России тяжелое время переходное время поэтому мы только начали переход внешней политики которая действительно достойная серьезная без удачи национальных интересов и без предательства друзей поэтому запаситесь терпением все-таки будем надеяться что историческая память возьмет верх над сиюминутными какими-то экономическими конъюнктурными соображениями и действительно два братских народа будут настоящими союзниками на века спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется известному публицисту Денису Дворникову АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте братья и сестры я очень рад здесь видеть столько патриотов армянской диаспоры и одновременно патриотов России вы знаете мы конечно сегодня вспоминаем геноцид вспоминаем события столетней давности но наши сердца все равно все равно в Арцахе в связи с теми событиями начала апреля и вот мои соотечественники очень хорошо говорили о том насколько близки судьбы армян и русских но вы даже не представляете насколько это было в последних событиях в том самом селе Талиш свой дом потеряла русская бабушка она осталась у нее 6 внуков в возрасте от 6 месяцев до 14 лет и она сейчас без дома где-то в гостинице живет мы сейчас будем наверное и помогать активно ну и с моими друзьями мы с Юрием новояном мы делаем очень важный проект мы помогаем арцахским ребятам молодым стать писателями у нас есть литературная школа дистанционная которую мы ведем с помощью интернета и туда конечно ездимся по Макер и вы знаете вот когда начались эти события у нас есть среди наших воспитанников одна девушка ее зовут Марина Довидян она прекрасный талантливый будущий писатель я думаю уже состоявшись она писала прекрасный рассказ и вот когда начались эти события 2 апреля она не стала собирать чемодан она позвонила в Москву одному из наших преподавателей такой очень серьезному такому литературу Татьяне Николаевне и она позвонила и сказала вы знаете я не знаю что сейчас будет мы не понимаем что произойдет через час через два может быть нас убьют но я хотела вас поблагодарить за знания и за те уроки которые вы мне давали и мне кажется это очень характерно не бежать а успеть сказать спасибо зная что тебя могут убить и это по моему потрясающе и вот сейчас эти ребята их 15 человек и русская община Арцаха вот я с ними все время переписываюсь им очень важно сейчас чувствовать что они не одни понимаете они там все таки все время ждут какой-то провокации у меня есть к вам маленькая просьба я человек погруженный в соцсети постоянно с ними общаюсь я хочу чтобы вы поприветствовали Марине я хочу чтобы вы показали что Москва вместе с этими ребятами пожалуйста ребята это для вас Москва с вами большое спасибо это для них очень важно спасибо спасибо большое Денис который всегда вместе с армянским народом оставил чисто истинные русские интересы слово предоставляется председателю Московского общества истории Петру Петровичу Александру Деркаченко Дорогие друзья я не политик я ученый поэтому не умею говорить ярко или достаточно громко но я хочу напомнить один исторический закон о том что история никогда никого ничему не учит но она жестоко наказывает за невыгрученные уроки в 15-м году вся просвещенная Европа весь мир остались равнодушными совершившиеся трагедии геноцида через 25 лет они были жестоко наказаны геноцидом Второй мировой войны на сегодняшний день Турция является государством преступником который не понес наказание и не принес покаяния и это состояние никогда не создаст для Турции условия для процветания или хотя бы ремизарного уважения еще я хочу сказать что в послании президента очень четко подчеркнуто не бывает чужой боли не бывает чужой трагедии я бы добавил не бывает поводов никаких не может быть поводов для истребления детей никаких не может быть разумных аргументов для истребления женщин никаких не может быть поводов для уничтожения стариков Да и просто безоружных мужчин Все это преступления Сегодня принято обращать Внимание на преступления Касающиеся, скажем Авторов каких-то похабных рисунков И тыкав себя пальцем в грудь Говоря, что ты тоже с ними У нас другая позиция У нас позиция другая Мы с вами вместе Мы вместе должны собираться каждый год Мы вместе должны переломить ситуацию И сегодня, будучи Будучи русским человеком Я вам с гордостью скажу СМХМ Спасибо большое От лица греческой диаспоры Слово предоставляется Анести Ксенопула Ваши аплодисменты Братья и сестры Саватаны И все-таки Греки имеют самое большое право Сказать Что на эти слова Братья и сестры Вы знаете, столетия мы жили Переживали все Что приходилось На долю каждого народа Сегодня я бы хотел Скорбить с вами Напомнить вам о том Что все те, кто ушли За нашу сегодняшнюю историю Должны научить нас Прежде всего Не терять память Но смотреть в будущее С мудростью Армяне, великий народ И эта мудрость вам присуща Не ослабляйте хватку В борьбе за память Но помните Что мы с вами А мы с вами Сражаемся за признание Мы должны помнить О том, что было Но сеять нам надо Не вражду и ненависть А справедливость И память Потому что дети всех народов Не убийцы Потому что будущее Мирное будущее Это лучший подарок Лучший белый цветок Лучшая незабудка На могилах Армян, греков, ассирийцев Все христиан Которые сто лет назад Вынуждены были покинуть этот мир Мы с вами Слово предоставляется Поэту Артему Навасардяну Я армянин Я родом из Джавахка Под стать моим горан Безумной красоты Земле своей я предан Без остатка Как мой гусан Бессмертный Дживани Агрессия против Арцаха Это прямой вызов Приспешников ИГИЛ Самой России И ее многовековой союзницы Армении Но они забыли Что не все решают Деньги, нефть и газ Есть дух народа Который им никогда не одолеть Сам Господь Бог Дал нам право выжить И армянский народ Тысячелетия доказывал миру Силу своего духа И веры в победу добра над злом Ведь слово Родина По ихнему ватан Что означает лишь среду до обитания А смысл Гайриник Отчизна у армян Не просто есть земля для проживания И означает землю предков И отцов Одну историю И Арарата зов Страну древнейшую Что правит Божий дух Вот вам и разница Запомните на слух И взгляд на слово патриот У нас различен в корне Их вождь с трибун на фронт зовет А мы ответим твердо Что означает сын народа Отвечу прямо Патриот Кто служит людям с верой в Бога Тот после смерти не умрет И наш Нагорный Карабах Свой меч не обронил Став монолитную стеной Орду остановил Народ истоков Тигра и Ефрата Потомок Ноя Арарата Сто лет пройдет Жизнь пролетит В нас дух безвинных жертв твердит Признайте Турки Геноцид Во многих странах всей земли Где мы создали очаги Людская совесть не молчит Народов мира глаз звучит Признайте Турки Геноцид Во всех из нас И даже в тех Чей дед Отступник по неволе Кто позабыл свой корень Грех Не нам судить То Божья воля В ком капля крови нашей есть Немного совести и честь Тот вместе с нами повторит Признайте Турки Геноцид Придет другое поколение Для Арарата нет значения В чем сердце наша кровь бурлит Оно в апреле застучит Пятнадцатый Баку Кесаб Арцах И Сунгаид Признайте Турки Геноцид И я еще имею честь Родные мои Кроме своих стихов Сказать пару слов Что ситуация В Джалахке Так же ухудшается В связи со строительством Железной дороги И надо подумать Это я просто для того Чтоб умные люди Подумали Что наша база В Ленинакане Может оказаться Не в очень хорошей ситуации Потому что туда Заселяют Иноземцев И имею честь Прочесть стихи Патриарха русской поэзии Большого друга Армянского народа Евгения Евтушенко Нет Армянину русский брат Не тот Кто вникнуть в боль Армении не хочет Лишь развалясь Коньяк армянский пьет О радиоармянском анекдоте А тот вам русский брат Кто смог понять Весь путь вас страшный Все резни и бойни Кто вашу боль Сумел в себя принять Как если бы это было Русской болью Мы с вами вместе Знали столько бед И вместе гибли мы На поле брани Когда есть братство Честное То нет Ни младших И ни страшных Старших Просто братья И потому Как отнятый мой брат Неоторвима И неотрубима С мольбой И укором Арарат Зовет меня Как будто Армянина И верю я Настанет день Когда Границ не будет Только арки радуг Исчезнут в мире Злоба И вражда И я прижмусь Щекой К Арарату А если нет Лишь бы хватило сил Пусть надорвусь Пусть мой хребет Дробится Я Арарат На плечи бы взвалил И перенес его Через границу Слово предоставляется Председателю Ассоциации Армянской молодежи Москвы Андронику Аксипяну Здравствуйте Дорогие друзья Председатель Конгресса Армянской молодежи России Андроник Аксипян Я во всех своих выступлениях Крайне дипломатично Крайне аккуратно Все нюансы Обозначаю Однако Сегодняшнее выступление Не будет таковым Сегодня Мы видим Что творится На Ближнем Востоке Сегодня мы видим Что Турция не изменилась Сегодня мы видим Что Дехристинизация На Ближнем Востоке Продолжается Два народа Точнее Два государства Один народ Говорят нам Наши соседи Такую же политику Ведет и Азербайджан Я не могу этого не сказать На этом митинге Я говорю От имени нашей Армянской молодежи Которая все это время Писала нам Которая все это время Душой и сердцем Болеет за Арсад И хочу заявить То что Каждый молодой армянин Даже каждый армянин И все наши друзья Находятся Рядом С армянским солдатом Которая защищает Не только Арцах или Армению Которая защищает И христианство Которая защищает Нашу с вами Историческую родину Сегодня Россия не та Которая была в 1915 Сегодня Армения не та Которая была в 1915 Соседи наши Решили 2 апреля Напасть Получили по зубам Турки решили Уничтожить Сирию Через ИГИЛ Они тоже получили По зубам Сегодня уже Время изменилось Сегодня новое поколение Сегодня Не только наш Армянский народ Армянская молодежь Сегодня и российский народ Российская молодежь На подъеме своего патриотизма И мы ни на что Это не променяем Будьте в этом уверены Надо четко понимать Что помимо митингов Мы Помимо политических действий Мы должны Действовать Каждый Кто чем может Помогать Арцаху Дорогие друзья Дорогие соотечественники Сегодня Мы здесь Чтобы нас услышали Но Мне признание геноцида От любой страны От Турции Не нужно Не нужны Ликвидации последствий Понятно Что мы полтора миллиона Человек не вернем Но я уверен Что мы вернем Мы сможем Вернуть И мы должны требовать Наши исторические земли Наши церкви Наше культурное наследие Которое уничтожается И мы должны Это делать Кицаи Астан Слово предоставляется Председателю Молодежной ассоциации Московского отделения Союза Армян России Нареку Аркеляну Здравствуйте дорогие друзья От имени Молодежной ассоциации Союза Армян России Выражаем благодарность Всем тем Кто сегодня Присоединился К дню памяти Жертв геноцида Армян В Османской империи Безусловно Безнаказанность Геноцида Армян Повлекла за собой Флакост И дальнейшие Преступления Против человечества Все что сейчас Творится в мире И есть причина Безнаказанности Того преступления У которого нет Срока давности Мы Армяне Проживающие За пределами Своей исторической Родины Никогда не оставим Нашу Армению В беде Нашу Землю Наш народ Последнее событие В Нагорном Карабахе Показало всему миру Что в любой момент Армянская диаспора Готова сплотиться И Отсеять свои Исторические Земли От рук Наших врагов Сейчас Нам нужно Работать над тем Чтобы мы Армяне Были сплоченными Не только Когда У нас Опасность Но и Мирные Времена Именно Этого Боится Турция Именно Этим И будем Сейчас Заниматься Призываем Весь Турецкий Народ Подумать Над деяниями Своих Правителей Эрдоган И его Соратники Готовы Очернить Ислам Религию Справедливости И использовать Своих Грязных Целей Мы Молодежь Призываем Остановить И наказать Турецкое Правительство История Доказала Всем Что Турции Не устраивает Мир Во всем Мире Турции Устраивает Кровь Во всем Мире Именно Турция Причина Война За Кавкази Сирии Ирака Все дело Рук Турции Сейчас Когда у Турции Благодаря Российским Войскам Не получилось Реализовать Свой план Она Решает Взять Реванш На Армяно Азербайджанских Границах Арцах Всегда Принадлежал Армении И будет Принадлежать Всегда А час Расплаты Для Турции Настанет Дорогие друзья Поступило Предложение Значит Зачитать Такой Проект Резолюции От нашего Митинга Который Будет Взят Как За Основу Все Ваши Дополнения К Тому Что Мы Сейчас Зачитаем Мы Принимаем И Завтра Мы Готовы Обработать И Опубликовать Мы Участники Московского Общегородского Митинга Российской Общественности Посвященного 101 годовщине Геноцида Армян В Турции Заявляем Что Мы Помним И Требуем Помним И Воздаем Дам Памяти Полутора Миллионов Невинных Жертв Геноцида Армян Мучеников Переживших Первый В истории 20 века Геноцид Народов Требуем От Сегодняшних Властей Турции Признать И Осудить Геноцид Армян Стать Лицом К лицу Собственной Истории И Отказаться От политики Отрицания И фальсификации Исторических Фактов А Также Военного Вмешательства В делах Других Государств Помним И Благодарим Все Те Народы Государства И Международные Организации Которые Признали И осудили Геноцид Армян В Турции Как Жесточайшее Преступление Против Человечества И Сегодня Продолжают Остаивать Идеалы Гуманизма И Справедливости Во всем Мире Помним Что Россия Одна из Первых Стран Осудила Геноцид Армянского Народа В Совместной Декларации Странсоюзниц От 1915 Года И С тех Пор Последовательно Выступает С Осуждением Это Страшного Преступления Против Человечества Следуя Именно Этой Объективной И Последовательной Позиции Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Принял Личное Участие В памятных Мероприятиях Связанных С Геноцидом Армян Турции Проводимых В Ереване 24 Апреля 1915 Года Требуем Прекратить Попытки Вбивания Клина Между Россией И Арменией Между Российским И Армянским Народом Считаем Что те Кто нагнетает Антироссийские Настроения В Армении И Антироссийские Настроения В России Умышленно Или нет Но явно Льют воду На мельницу Турецкой Агрессивной Политики Мы уверены В неразрывности Нашего общего Прошлого Настоящего И будущего Русского И армянского Народа Только вместе Мы сможем Противостоять Внешним Угрозам И построить Сильные Процветающие Государства Россию И Армению Только вместе Мы сможем Сплотить И укрепить Наш Многовековой Союз Во имя Лучшего Будущего Для нас И для наших Детей Мы помним И мы требуем Уважаемые друзья Я вас попрошу Успокоиться Все лозунги Выступления Резолюции Они будут донесены И всегда Доносились До руководства Российской Федерации Через средства Массовой информации И через Протоколы Резолюции Поэтому Будьте уверены Что ваш голос Обязательно Дойдет И до законодательного Органа И до исполнительного И до президента Российской Федерации Владимира Путина Уважаемые Дамы и господа Дорогие друзья Наш митинг Российской общественности Завершается И в завершение Я хотел поблагодарить вас За активную гражданскую позицию Мы здесь Потому что нам Не безразлично Что происходит В России В которой мы живем Граждане Которые мы являемся Мы здесь Потому что нам Не безразлично То что происходит В Армении Не раскаившийся Преступник Опасен И мы Здесь Потому что Хотим избежать Рецидива Повтора Преступлений Сегодня И в будущем Наш митинг Завершен Есть предложение Все вместе Поехать В нашу Церковь В Кафедральный собор И там Помянуть Наших Святых Мучеников Павших Во время Великой Резни Мецеверна Дорогие гости Среди нас Сестры Барсегян Они И Аракси Подготовили Песню Они сейчас На гитаре Сиграют И споют Для вас Песня В честь Погибших Защитников Нашей Родины Пожалуйста Потерпите Сейчас Послушайте Спасибо 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 Субтитры Субтитры Спасибо Спасибо Субтитры Субтитры Спасибо Спасибо Субтитры Спасибо Субтитры Субтитры Спасибо Субтитры 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 Спасибо Спасибо